Это Евангелие от Матфея, 16 глава, с 7 по 15 стихи. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в меня. О правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Аминь. Благословите друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Мы благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту пустынную землю, которую Бог дал нам в наследие. Спасибо группе Прославления за сегодняшнее прославление, которое мы с вами все странники на этой земле. Как израильский народ, который шел в землю ханаанскую, так и мы с вами, находясь на этой земле, это как то путешествие, которое преодолел израильский народ в пустыне, так же и мы с вами, живя на этой земле, эта земля действительно пустынная, так как это не Царство Божье, и Царство Божье сходит на те места, куда мы идем. Поэтому очень важно нам с вами так же получать водительство Духа Святого. Вчера началась уже регистрация на конференцию «Ремнант», которая пройдет этим летом, в конце июля и начале августа. И вот уже на протяжении из-за короны так же мы не смогли проводить конференцию и как фестиваль культурный так же. Но теперь у нас есть возможность уже собраться вместе и провести такой культурный фестиваль. И действительно для движения горницы и всех церквей мы с вами действительно можем насладиться этим временем, когда мы можем вместе прославлять Господа и вместе поделиться теми свидетельствами. И так же и конференция «Ремнант» главная тема конференции — это вечное призвание, которое Бог нам дал, вечный удел, и то вечное произведение, которое мы с вами можем вместе с силой Божьей, получая благословение Божье, оставить после себя, которое будет как произведением, подобно произведению искусства. И так же это важное время, почему конференция, которая для «Ремнантов» действительно важным временем является, потому что это для того, чтобы обрести духовную силу и для того, чтобы можно было вместе, объединившись, создавать тот контент, создавать то, что... создавать новую культуру, потому что в этом мире, мы живя с вами, мы видим, что всегда есть какое-то содержание, какой-то контент, какие-то... что-то, что уводит и ведет либо же в пустоту, либо же к поражению, либо же то, что действительно... Потому что за этим всем стоит дьявол, который хочет украсть, убить и погубить. И это все касается не то, что физического, это касается души человека. Он желает, чтобы люди не восстановились как образ Божий. И он хочет человека таким образом сделать своим рабом. Не служителями Божьими, не слугами Божьими и детьми Божьими, кем мы являемся, а сделать своими рабами. и... поэтому очень важно, чтобы мы с вами молились за служителей всех, которые... и людей, которые готовят эту конференцию, за специалистов, которые также готовят определенное содержание, программы для... для ремнантов, и за пастора Рю так же, чтобы он получил то Слово, которое Бог готовит, которое Бог приготовил уже, чтобы мы с вами вместе находились в том течении Слова, течении молитвы, течении проповедования, и чтобы то Слово, которое мы получаем, могло соединиться с нашим сердцем, чтобы мы могли выявить свои таланты, развивать себя для того, чтобы влиять на этот мир, чтобы становиться саммитом специализации, саммитом культуры. И... уже даже большое количество за вчерашний день уже много людей зарегистрировалось, уже больше пяти тысяч человек, поэтому там тоже отчасти места как бы есть как бы ограничения в том, сколько людей может... Ну, я думаю, все мы поместимся. Но лучше, конечно, зарегистрироваться раньше, тогда вы можете быть ближе и к сцене, и может быть больше удобства будет в чем-то. И есть также у нас с вами еще и в нашей церкви также мы молимся о том, чтобы... и продолжаем молиться, чтобы приглашать также ремнантов не только из Кореи, но и из других стран. есть и Латинская Америка, есть и страны океании, малые острова, которые там находятся, там также есть ремнанты, которые для них это было бы действительно важным событием для них в жизни приехать и увидеть, что они не одни там, где они находятся, и что действительно есть во всем мире молодежь, есть ремнанты, которые ищут Бога, которые выявили свой талант, выявили свою миссию, призвание и делятся свидетельствами, которые уже получают в своей жизни, ответами, которые делятся опытом, которые они испытали уже. Поэтому важно нам молиться, также получать ответы в этом, чтобы мы могли помочь тем ремнантам, тем людям, которых Бог приготовил, пригласить сюда также, чтобы они могли и обучение получить, и вдохновиться. И может быть даже помочь также мы сможем в чем-то и физическом, может быть это будет и стипендия какие-то для тех талантливых ремнантов, которые желают учиться, получать образование, специализацию. И поэтому мы также в церкви открыли эпоху трехдневных выходных, как это уже в современном мире, в современную эпоху и в Европе также практикуются, когда пятница, суббота, воскресенье это три дня выходных, которые проводятся с семьей, которые люди проводят, кто с семьей, кто с друзьями, кто как, так, но очень много содержания, контента, всего-всего есть, чтобы заполнить это время, и конечно же мы понимаем, что все, что есть в этом мире, это не означает, что это что-то может быть даже плохое, но есть, когда люди просто отдыхают, но это не то, что дает духовное наполнение, поэтому это может быть даже неплохим, но если только это будет, то не будет хватать все-таки духовного, а если не будет хватать духовного, то будут приходить те проблемы, которые невозможно остановить, просто слушая музыку, или читая книги, или смотря фильмы, или ходя на концерты, или же кушая вкусную еду, или путешествуя, потому что есть духовные потребности в нас, поэтому нам с вами слушаем многих людей, читая разные книги, очень важно, чтобы мы действительно с вами получали водительство Духа Святого, и Дух Святой это Он ведет нас с вами к истине, Он ведет нас к истине, и нам с вами, когда мы посмотрим так же, посмотрите 16 глава, что сказал Иисус? Он говорит, что Я это сказал вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы с вами можем столкнуться с трудностями и проблемами в жизни. И это много чего есть, что может привести к какому-то беспокойству. Мы можем впасть, иногда впадаем в неверие из-за каких-то обид, даже которые у нас получаются. И Иисус поэтому и сказал, чтобы мы не унывали и не беспокоились, потому что много чего будет происходило и будет происходить в этом мире. Посмотрите также 14 глава, первый стих, что там сказано? Там сказано, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и веруйте в Меня. поэтому не смущается сердце ваше, это говорится о том, чтобы мы не унывали и не беспокоились. И это не просто так, он говорит, не унывайте, не беспокойтесь, но что еще к этому всему? Почему он так говорит? Потому что он сказал, посмотрите 14 глава, 16 стих, и 18, и 26, там сказано, что я дам другого утешителя вам, который пребудет с вами вовек, Духа истины, который напомнит вам все и научит вас всему. И тот мир, который мы можем обрести, наслаждаясь водительством Духа Святого и тем, что Дух Святой внутри нас, это не тот мир, который дает нам мир. 걱정. Поэтому то, что сказано в переводе, сказано, не смущается, пусть не смущается сердце ваше, то это как раз говорится о том, чтобы мы не унывали, чтобы мы не впадали в беспокойство. Потому что мы навеки с вами являемся детьми Божьими со Святым Духом и мы можем победить, мы побеждаем. Независимо от того, в какой ситуации мы находимся или с какой мы проблемой столкнемся. Мы не можем прийти к поражению, потому что Дух Святой внутри нас и он нас ведет и направляет. Поэтому мы с вами выглядим, мы можем быть ничем не отличаться, казалось бы, от людей, которые в этом мире, которые рядом с нами живут. Но может быть даже в чем-то характер быть лучше, может быть привычки какие-то у людей могут быть даже лучше. Они могут много в чем даже быть, казалось бы, лучше нас. И в чем отличие нас от тех людей, которые не имеют Духа Святого? Как раз именно в том, что Дух Святой внутри нас и Дух Святой он дает нам мир, дает нам покой, дает нам радость. И в тех ситуациях, когда не на кого больше положиться, никто не может нас поддержать или вдохновить, когда своих сил уже недостаточно. Тогда Дух Святой действует в нас и он нас укрепляет и наполняет нас. Поэтому в 20 стихе в 16 главе сказано «Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Потому что Бог превратит ту печаль, которая у нас есть, он превратит в радость. Поэтому Бог направляет наши шаги. И все, что нам нужно, это открыть, увидеть Божий план, держаться его и двигаться вперед. Поэтому то, что мы читали сегодня, нам с вами важно наслаждаться действием Духа Святого в своей жизни, который ведет нас к истине. И первое, то, что мы говорим о сегодня, это Дух Святой, который является Утешителем, который помогает нам. И вот в 7 стихе, 7 по 11 стих, что там сказано? Там говорится о Духе Святом, который является Утешителем. И если мы посмотрим греческое слово, то есть «параклетос», которое означает как адвокат, который проситель, ходатай. И на английский, и также на русский язык это переводится как советчик, помощник. Поэтому именно Святой Дух работает внутри нас, помогая нам, ходатайствуя за нас, защищая нас. И Он помогает нам выполнять Божье дело, которое Бог нам доверил. Конечно же, все мы верующие, все мы дети Божьи, мы все хотим на словах и в душе такое есть, что мы хотим, конечно же, выполнять дело Божье. Но по факту, когда мы смотрим, то что получается? то мы следуем и в итоге делаем не дела Божьи, а дела мира этого. Посмотрите, израильский народ также. Это также пример как бы для нас. Это тот прообраз в Ветхом Завете, это прообраз как бы тень Нового Завета. То есть, чтобы мы могли понять, смотря на израильский народ, могли смотреть и видеть также свое состояние. Посмотрите в отношении в отношении израильского народа, когда они упустили свою миссию, упустили Завет Божий, упустили то, кем они по-настоящему являются, и для чего их Бог призвал, то они стали рабами в Египте. Поэтому стали выполнять не дела Божьи, а дела, которые им были навязаны или приказаны. Поэтому точно так же и мы, получимся же в этом мире, если не будем понимать, что есть дело Божье, если не будем получать водительство Божье, то мы будем совершать не дела Божьи, а будем работать на этот мир. И 14 глава, 12 стих, посмотрите, о чем говорит Иисус? Он говорит, что «Истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я отцу Моему иду». Что есть дело Божье? В чем больше всего Бог заинтересован? Это проповедование Слова Божьего. Это чтобы... Поэтому и сказал Иисус, идите ко всем народам, найдите учеников и передайте им это Слово, научите их всему тому, что я говорил вам. Самым большим Божьим желанием и делом Божьим это является проповедование Слова Божьего. И что сказал нам Господь? Он сказал, что мы будем свидетелями, когда сойдет на нас Дух Святой. Мы обретем силу и будем свидетелями. Поэтому Бог Дух Святой Он помогает действовать внутри нас и помогает нам совершать дела даже больше, чем совершил Иисус. Это и есть свидетельствование благовестий и Евангелия. И если мы действительно наслаждаемся Духом Святым, тогда что происходит? Каким образом Дух Святой действует? Он свидетельствует в нас и через нас об Иисусе Христе. Поэтому 15 глава 26 стих там сказано, что когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Поэтому когда Дух Святой действительно действует внутри нас, то Он свидетельствует об Иисусе Христе, и мы становимся свидетелями этого свидетельства. Если мы находимся в работе Духа Святого, потому что Дух Святой, Он не просто так, как печать в нас, Он действительно работает, то мы будем жить жизнью учеников и свидетелей, свидетельствующих до края земли о том, что Иисус является Христом, потому что мы будем становиться свидетелями того, что Иисус является Христом. Мы будем видеть, как совершается Слово Божье, мы будем видеть, как сокрушаются силы тьмы, как приходит, Царство Божье совершается на местах действия, где мы находимся. Вот поэтому мы становимся свидетелями того, как Слово Божье совершается, как силы тьмы сокрушаются, как Царство Божье утверждается на тех местах, где мы находимся. Поэтому благословляю вас, чтобы все мы, находясь на наших местах действия, могли испытывать совершение этого Слова, могли видеть это. Оно в любом случае совершается. Тут просто вижу ли я это? На этом ли мой взгляд сосредоточен? И что также 14 стих, 16 глава, 14 стих сказано, что «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Поэтому слава Христа, она открывается в нас. Каким образом слава Христа может явиться в нас? Смотрите, как Павел говорит, что в послании Коринфянам, что едим ли мы, пьем ли мы, что бы мы ни делали, все делать для славы Божьей. Поэтому действительно нам с вами нужно связать свою жизнь с Богом. Бог желает, чтобы действительно Слово Божье донеслось, проповедовалось до края земли. Поэтому самое важное в нашей жизни это искать, в чем воля Божья, в чем план Божий. И чтобы все, что бы мы ни делали, все это было для славы Божьей. А в чем слава Божья? Если люди узнают о Евангелии, услышат благую весть, уверуют в Иисуса Христа, когда они будут жить, когда они будут счастливы, и тогда и не только люди, все творение будет счастлива и будет прославлять Господа. Что также действует, делает Дух Святой? Посмотрите, также и в посланиях дальше, которые Павел писал в послании к римлянам, Он ходатайствует за нас. Дух Святой, Он помогает нам в наших слабостях. мы иногда не знаем о чем молиться, как должно молиться, но Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Как сказано в римлянам 8 главе 26 стихе, в наших слабостях Он укрепляет нас и Он ходатайствует за нас. Поэтому это действительно то, что происходит в нашей жизни, потому что Дух Святой точно знает наши слабости и точно знает, когда необходимо нам помочь. Поэтому посмотрите, также евреям 4 глава 15 стихе, там сказано, что «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха». Христос, Господь наш, Он знает наши слабости, знает наши немощи, поэтому Он помогает нам и укрепляет нас, и поэтому Он послал Дух Святой. Мы, приняв Иисуса Христа, приняли Дух Святой. Поэтому это действие, оно происходит в нашей жизни каждый день. Важно, чтобы мы осознавали это, чтобы мы могли видеть это. Тогда мы сможем свидетельствовать об этом также другим людям. И 8 стих, что сказано? «Он придя обличит мир о грехе, о правде и о суде». Поэтому Дух Святой пришел для того, чтобы обличить мир, чтобы показать, что есть истина, что есть ложь, чтобы показать, за что держатся люди, не является чем-то правдивым и истинным. И когда сказано в отношении греха, то о каком грехе здесь говорится? Здесь говорится о проблеме первородного греха, которая никогда не может быть решена человеческими силами. Проблема первородного греха — это проблема разделения с Богом, проблема в том, что в людях нет Духа Божьего, что они разделены с Богом. И эту проблему невозможно решить, как бы кто ни старался жить своими силами праведной жизнью какой-то. И почему обличить мир о правде, то есть о праведности? Потому что в отношении греха мир также учитесь различной религии и философии, что мы можем решить проблему греха, того, что внутри нас есть своими силами. И точно так же то, что не нужен нам Иисус Христос для того, чтобы мы можем стать праведными и без Иисуса Христа. Поэтому это то, что показывает нам, пришел показать Дух Святой, что мы своими силами не можем быть по-настоящему праведными. Потому что наши мысли, наши слова, наши поступки мы не можем по-настоящему видеть, даже если мы хотим и стремимся к этому, без мудрости, которую Дух Святой дает. Мы не сможем делать всегда так, чтобы это не было как наши мысли, слова и поступки не вредили кому-то, не приносили урон кому-то. Вот поэтому мы не можем быть по-настоящему праведными своими силами. И в отношении суда, что пришел сказать Дух Святой, и о чем обличить мир? О суде, о том, что князь мира сего осужден, дьявол уже осужден, поэтому нам не нужно бояться, потому что дьявол уже осужден, мы уже получили победу благодаря Иисусу Христу. И второе, это 13 стих, там сказано, когда придет Дух Святой, Дух Истины, то Он оставит нас на всякую истину, потому что Он не от Себя будет говорить, но говорить то, что услышит и будет возвещать вам. Если мы получаем водительство Духа Святого, то мы в любом случае идем к победе, потому что Дух Святой, Он ведет нас. Многие люди, даже мы с вами часто впадаем в какие-то зависимости, впадаем, получаем водительство не Духа Святого, получаем водительство другого Духа какого-то, других Духов. И как нам с вами получить водительство Духа Святого, нам с вами действительно через Слово. и Дух Святой это не тот Дух, который ведет нас к тому, чтобы мы распевали какие-то какой-то разврат или какие-то зависимости нас вводить. Дух Святой это тот Дух, который ведет нас, освобождает нас от всего, чтобы мы по-настоящему становились свободными. Как раз Он действует так, чтобы мы с вами даже сейчас на этом месте, когда мы находимся, когда мы слушаем Слово Божье, читаем Слово Божье, размышляем над Словом Божьим. Вот это есть то время, когда Дух Святой также действует внутри нас и то Слово, которое мы получаем, это то Слово, которое Дух Святой будет напоминать нам и которое будет помогать нам это Слово применить в своей жизни. Это Слово, чтобы стало внутри нас уже написанным на наших, на скрижалях сердца нашего, чтобы мы не просто по знаниям, как закон, а это надо делать, это не надо делать, чтобы это действительно Слово Божье и уже действительно вписалось в наши сердца, чтобы мы не по закону, но по любви Божьей жили, чтобы мы могли жить по Слову Божьему. Не просто как в Ветхом Завете поступать по закону, по Слову, но чтобы действительно уже этот Новый Завет, как сказано было еще тогда в Ветхом Завете, когда он говорил, что Дух Мой будет пребывать в них и на скрижалях сердца будет написано Слово Мое и будут они следовать за Словом. Поэтому вот это Бог желает, чтобы действительно вот эти все духовные принципы, закон Духа, жизни во Христе Иисусе есть, безусловно, духовные законы. Тот закон, который Бог дал Моисею, это был на видимом уровне показан, потому что люди физическими глазами, физическим себя смотрят. Этот духовный закон, который Бог дал через Моисея, был дан для того, чтобы мы увидеть могли, что вследствие того, что мы не следуем духовному закону, который закон Духа, жизни, то на физическом уровне мы видим уже проявление вот этих всех согрешений, проступков, преступления, которые совершаются, уже как результат, чтобы мы уже явно могли понять, что что-то не то происходит, чтобы мы могли понять, что сколько бы мы своими силами не пытались ограничить людей, людей, потому что законом мы только можем ограничить людей, чтобы они могли не идти против естества, не идти против естества духовного и физического, то есть естества противоприродно и противоестественно, потому что когда идут преступления, то это идет, то преступление это когда как на физическом уровне, так на видимом уровне, на невидимом уровне, это когда что-то происходит противоестественно, и это то, что приносит разрушение, приносит приводит к чему-то тому, что разрушает жизнь, разрушает то, что вокруг нас есть, наносит ущерб, поэтому очень важно нам с вами по-настоящему не просто религиозно жить, а Богу это не нравится, Бог не хочет, чтобы мы это делали, нет, нам с вами нужно испытывать силу Духа Святого, чтобы мы могли наполняться плодами Духа Святого и жить уже наслаждаясь любовью, миром, радостью, вот это очень важно, потому что поэтому важно слово, Христос желает, чтобы мы с вами наслаждались свободой, потому что истина это не то, что нас как бы ограничивает как закон, истина это то, что дает нам силу быть свободными по-настоящему в любви Божьей, вот поэтому во Христе мы не просто входим в закон, это не религия, это жизнь веры, это жизнь, когда мы силу имеем, когда мы имеем силу не делать чего-то и у нас нет даже желания этого делать, есть сила делать то, что действительно является благим, то, что действительно может служить людям, поэтому почему мы с вами также часто говорим о семь башен, семь путешествий, семь верх, знаков, то есть тут опять-таки кто-то говорит, что почему куча всяких терминов, того семь, того три, это для того, чтобы так легче сгруппировать определенные термины, это то, что в себе объемлет содержание определенное, для того, чтобы не говорить все это содержание, поэтому говорится определенный термин вводится, и так как много чего есть, и много содержания всего, поэтому есть определенные термины, которые используются, применяются для того, чтобы сгруппировать их в определенную группу, файл, можно сказать, если даже на компьютере смотреть, и для того, чтобы нам легче это было упорядочить всё, и для того, чтобы легче было следовать этому всему и применять это в своей жизни. Поэтому, на первый взгляд, кажется, когда начинаешь разбирать, смотреть это всё, то это всё так слишком запутанно, но нам также на это надо смотреть не просто на как знания. Если мы будем на это смотреть просто как знания, конечно, надо это всё запоминать или заучивать, но это не в этом смысл. Не нужно это как закон запоминать или заучивать. Нам нужно с вами смотреть, что за содержание в этом находится, и делать это своим, наслаждаться в этом, потому что Слово Божье не просто Слово человека. Даже Слово человека имеет силу, имеет действие, влияет на других людей, даже если это было сказано или написано ещё там сотни или тысячу лет назад. Тем более Слово Божье, которое живо и действенно. Почему? Потому что Бог, Он живой и действенно. Поэтому, когда мы с вами слушаем Слово, это Слово, оно стучит в наше сердце, оно действует в нашем сердце, в наших мыслях. И поэтому нам с вами нужно вот этот момент выявить. То, что триединый Бог, Он и сейчас наполняет нас. Он и сейчас действует в нас. И я, даже как пастыр в церкви, я ничем не отличаюсь от верующих, которые от всех вас здесь. Точно так же мне нужна благодать, точно так же мне нужна сила. Потому что ещё больше так же дьявол действует, и больше ещё старается обмануть. И поэтому точно так же я так же себя иногда находил в том состоянии, что я просто как бы молился, но эта молитва просто как религиозная молитва была. Но в действительности, что я выявил, что действительно важно иметь время действительно общения, размышления над Словом Божьим. Не просто это как работу выполнять, или как задание какое-то от Бога, всё, что я делаю, но чтобы наслаждаться тем, что я являюсь чадом Божьим, наслаждаться тем, что я являюсь Светом этому миру, наслаждаться тем, что я являюсь Стражем молитвы, наслаждаться этим всем. И когда я сам наслаждаюсь этим, то есть Слово, которое я передаю... Знаете, дети, когда слушают проповедь, особенно отец является пастором, и дети, которые слушают проповедь, очень редко такое бывает, когда дети получают благодать. Знаете, почему? Потому что в действительности, да, то, что говорит пастор, то, что он не говорит что-то неправильное, он говорит правильное, но проблема в том, что он не живёт сам этим, он не имеет той силы, чтобы это Слово через него, в нём действовало, и чтобы в жизни это проявлялось, чтобы в жизни эти все свидетельства проявлялись. Но для меня было очень ценным, когда я услышал от детей моих, что они говорят, сказали мне, что, Папа, действительно я... Действительно мы получаем благодать через Слово Твоё. И почему так? Потому что я сам наслаждаюсь этим Словом, которое через размышления открывается мне, и я обретаю силу через это, и плоды Духа Святого являются в моей жизни. Поэтому молитесь также за меня, чтобы я мог наслаждаться этим всем. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами находились в истине. Иоанна 14, глава 6, стих сказано, что я есть путь и истинной жизни. И в римлянам, также посмотрите, 8 глава 31, 32 стих, там сказано, что если Иоаннам и римлянам, Иоанна 8, глава 31, также стих там говорится о том, что, а не и римлянам, Иоанна 8, глава 31, стих сказано, что если вы пребудете во мне, то вы действительно мои ученики, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Поэтому любой, кто во Христе, может наслаждаться истинной свободой и освобождением. Иоанна 3, главе. Никодим, религиозный человек, который пришел ко Христу. И мы видим, также, когда смотрим Иоанна 19, глава 39, стих, он уверовал в Иисуса Христа. Он понял, что Иисус является Христом. И также, Иоанна 19, глава 39, стих там, там же сказано, что, помните, пришел также Никодим, приходив же прежде к Иисусу ночью и принес состав и смирный, и алоя, литр около ста. То есть он понял, кто Иисус Христос. И в 4 главе также, посмотрите, самаритянка, которая пыталась быть счастливой, а через что? Через людей, через мужей. И поэтому она искала счастье, она не потому, не столько же, сколько раз на нее мужей было. То есть это потому, что она искала счастье, искала утешение, но постоянно терпела неудачу, но была восстановлена к истинному счастью через Иисуса Христа. И посмотрите, также с 5 глава Евангелия Адриана, мужчина, который 38 лет был больной и который получил исцеление. Посмотрите, действительно, сила и исцеление, которые есть в Иисусе Христе, это та истина, которая освобождает, которая дает силу, которая приносит силу и приносит исцеление. И это мы видим и в 5 главе, и в 8, и в 9, и в 11 главе. Посмотрите, дальше также Деяние 2 глава, 17 стих. Что это за Дух, Дух Божий, Дух Святой, который придет, там сказано, и будет в последние дни, говорит Господь, что изольет Духа Моего на всякую плоть и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемо будут. Нам с вами не нужно переживать ни о чем. Нам не нужно переживать с вами о будущем, потому что Бог будет нам открывать также и будущее, Дух Святой, Он дает нам знать, что будет произойти в будущем. Поэтому в настоящее время мы с вами люди народа Царства Божьего, и нам с вами уже гарантировано жительство на небесах, поэтому ни о чем не нужно переживать. Посмотрите также Псалом, Псалом 138, получается, если это. Да, Псалом 138, там сказано с 7 по 10. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Вы зайду ли на небо, ты там, зайду ли приисподнюю, ты там, возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня, десница Твоя». Поэтому даже Давид в Псалмах своих, они это понимали, осознавали, осознавали, что рука Божья ведет и не отпустит нас, и нам не о чем беспокоиться, потому что мы в руках Божьем. Также Иоанна, 16 глава, 23, 24 стихи. Давайте вместе прочитаем. Там сказано, что «В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно говорю вам, о чем не попросите, от самого во имя Мое даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Что хочет Бог, чтобы наша радость была совершенна, чтобы мы получали ответы, которые Бог приготовил для нас уже? Если мы будем просить во имя Иисуса Христа, то будут приходить те ответы, будет уходить беспокойство. Поэтому мы с вами можем побеждать, получая водительство через Слово Божье. Нам с вами нужно наслаждаться истиной, Христом и Благой Вестью. Наслаждаясь где? И в доме, и в церкви, и в университете, и в школе, если мы находимся, и на работе. Из-за того, что мы не получаем вот эту духовную силу, то приходят проблемы, приходят конфликты, приходят трудности, которых могло бы и не быть. Поэтому очень важно к нам с вами помнить, что Дух Святой вместе с нами. Всегда обращаться и иметь общение в Духе Святом. посмотрите также, какие бы трудности к нам не приходили. Дух Святой Он дает нам силу и вдохновение и все, чтобы мы могли преодолеть все эти трудности. И если мы посмотрим послание к филиппийцам, то Павел, он находясь в тюрьме, он наслаждался Евангелием, наслаждался Планом Божьим. И что он говорил, что эти все мои обстоятельства, в которых я нахожусь, послужили еще большему проповедованию Слова Божьего. Поэтому независимо от того, с какими трудностями мы сталкиваемся, мы должны найти в них... Нам нужно найти просто Божий план и наслаждаться Божьим планом. Павел, он не убегал от трудностей, он входил в эти трудности, потому что он знал, что Бог вместе с ним. И он знал, что какие бы трудности или что бы ни случилось, Бога есть ответ. У Бога есть всегда решение, и это решение будет таким, которое будет благим для меня, для того, чтобы это Слово Божье, эта сила Божья еще больше явилась через меня, чтобы я еще больше испытал любовь Божью, чтобы я еще больше испытал силу Божью, и чтобы через меня это все явилось также людям этого мира, чтобы это все привело к тому, чтобы люди услышали Слово, уверовали в Иисуса Христа, могли получить спасение и встать на путь истины. Поэтому не бойтесь трудностей. Не бойтесь, что бы ни было, где бы вы ни оказались. Вы чада Божья. Мы чада Божьи, мы пребываем, Бог пребывает вместе с нами. Мы с вами те люди, которые побеждаем во всем. посмотрите, филиппийцам, 4 глава, 12 стих, что там сказано? Павел сказал, что я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому мы с вами точно так же наслаждаясь тем, что мы чада Божьи, той властью, которую Бог нам дал, и тем благословением, что в нас есть Дух Святой, мы Храм Божий. Наслаждаясь наполнением Духа Святого и получая водительство Духа Святого, мы будем идти путем истины, путем победы. Мы с вами будем становиться свидетелями совершения евангелизации этого мира. Поэтому 1 Петра 2 глава 9 стих Запомните этот стих, что Бог нас призвал быть царственными священниками. Нам дана благодать и власть быть царями, царями, пророками, священниками для того, чтобы спасать и делать дела, которые еще даже больше тех дел, которые Иисус совершил. Поэтому нам нужно с вами наслаждаться молитвой, ставить молитвенные башни на всех местах действия и стремиться к духовному саммиту. Поэтому давайте молиться о том, чтобы мы наслаждались силой, которая силой в молитвы в каждом дне нашей жизни, чтобы мы наслаждались победой, исцелением и во всех делах, которые мы делаем, получали водительство Духа Святого и могли идти к 237 странам и 5000 племен, чтобы спасти и их. 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 Продолжение следует...